поговорим с тобой как управлять тревожностью я нутрициолог психолог соответственно стресс бывает у всех и моя любимая хорошая новость это отработай свою физику и тревожность нормализуется почему я призываю избавляться именно от привычки стрессовать потому что не от хронического стресса есть такой подход жизни как к стрессу и вот он чреват всякими нехорошими последствиями соответственно дальше дезрегуляции гипоталамогипезарной системы это сеть сигналов центра мозга которая модулирует физиологию стресса соответственно нас обьется на или нет зависит от поведения сегодня не буду вас грузить теории но кортизол не имеет права быть повышен все время потому что он задерживает воду снижает уровень кислорода в крови меняет частоту пульса стимулирует дыхательные центры запускает воспалительные реакции и соответственно модулирует иммунную активность таким образом что защитные центры все время находится в состоянии боевой готовности что лучше всего работает против хронического стресса первое сейчас я назову все что сработает если вы уже живете в долгом стрессе первое это поддержка здоровых социальных связей да действительно реально одиночество чтобы не говорили интроверты создает больше условий для эмоционального истощения и избыточной реакции на стресс мы обучаемся и становимся более активными именно в социуме следующее восстановление циркадного ритма без режима никуда и обязательно а стоит четко определить рамки своего дня просыпаться и ложиться в одно и то же время потому что ось гипоталама гипофизарная лигу регулирует ваши ритмы помните дневную древнюю такую шутку это платье вас полнит ой как хорошо что платье а то я все на чебуреки свои грешила да когда вот эта вся история есть она очень может вас в принципе будоражить другой момент восстановление кишечного микробиома займитесь этим давно добро пожаловать мои ролики которые я снимала плюс мои статьи тихий кишечник здоровый на голову человек то есть если там неблагополучно будет агрессия капризы панические атаки плохой сон словом все радости жизни соответственно если вы долгое время не управляете эмоциями микробиом перестраивается и совершенно не в том направлении которое нужно для здоровья тренировки лучше пример позитивного так называемого гор миа стресса то есть здесь мы с вами говорим про то что дозировано хронический стресс нт интоксикации умеренные это прям таки поддержка и умеренное ограничение калорий когда вы переедаете то организм тоже не очень хорошо себя чувствует медитация созданности лайк дневник планирования лайк домашние животные у кого есть лайк и предположим случилось что то что вас беспокоило выдыхаем эмоции оставляем отслеживаем и соответственно работаем со стрессом поддержка баланса половых гормонов к сожалению гормональные проблемы серьезно влияет на стрессовую реакцию то есть если у девочки все нормально с прогестероном у мальчика с тестостероном он нормально себя чувствует у кого есть проблема высокие эстрогены то у них повышенная чувствительность к стрессу антистрессовый рацион питания я писала под подчеркну приоритет белковой пищи ради нервной регуляции в числе прочего больше антиоксидантов овощей ягод некоторые фрукты но не налегать специи чай какао регулярное питание с обязательным завтраком то есть типа я поем в два часа дня и у тебя проблемы с кортизолом это нельзя минимум стимуляторов кофеина алкоголя каких-то сладостей и сбалансированная матрица питательных веществ витамины c омега элтианин фосфолипиды куркумин триптофан пробиотики магний адаптогены тулси ашваганда все это я давала своим клиентам плюс прогулки и да будет вам счастье соответственно антистрессовый рацион питания это не только антиоксиданты это питание как и сказала с регулярным завтраком пропуск завтрака ведет к снижению стрессоустойчивости в течение дня и на кофейне на днем не вылезешь поэтому витамины группы bc жирные кислоты омега-3 тианин фосфолипиды триптофан и будет вам счастье если вам полезны мои ролики пожалуйста поддержите их лайком передайте тем кому они нужны подписывайтесь на меня в моих социальных сетях где есть мои статьи которых вы можете сохранить всю информацию помните что тревожность это вредный автоматизм автоматизм и соответственно как и хаотичное питание чем попало